не всегда нам на канале говорить о митохондриях и миофибрил их иногда нужно и развеяться и так знаки зодиака на самом деле в научной периодике встречаются западные знаки зодиака и китайские они достаточно серьезно изучаются кто не знает вот западные знаки зодиака перед вами китайские я еще не изучал так вот это все изучается вот в недавнем исследовании которое перед вами китайцы изучили как влияют и те и те знаки зодиака на смертность от ковид 19 но естественно ответ никак ответ никак понятно что все вот это называемая астрологии достаточно серьезно изучается в научной периодике и так новое исследование которое вышло изучила связь западных за знаков зодиака с благополучием и так усаживайтесь поудобнее времени у нас как всегда мало вперед-перед к знаниям благополучие исследователи измеряли по восьми компонентам общее неудовлетворение депрессивные симптомы психологический дистресс неудовлетворенность работой финансовая неудовлетворенность ощущение скучности своей жизни самооценка здоровья и несчастье в браке давайте сразу перейдем к выводу размеры эффекта делают выводы авторы были незначительными составляя 0 3 процента или менее дисперсии в благополучии что демонстрирует что знаки зодиака не обладают предсказательной силой для результата в благополучии дополнительный анализ показал что астрологические знаки не более предсказательны чем случайные числа таким образом случайно сгенерированное число от 1 до 12 статистически также предсказывает благополучие человека как его знак зодиака эти результаты бросают вызов популярным астрологическим утверждением о влиянии знаков зодиака на благополучие и качество жизни что же получается с детства нас начинают программировать то есть вы рождаетесь да и уже с какого-то ну когда вы начинаете хоть что-то понимать вам говорят вы овен а овен это шашкой маша да тут и вы начинаете начинаете под эти знаки зодиака настраивать свою личность и рано или поздно в каком-то уже более-менее нормальном возрасте вам говорят вы настоящий овен конечно вас растили с детства под этого овна но на самом деле доказательной базы но вы видите достаточно мало но запомним как говорил великий нитше веселой науки суеверие есть признак просвещения освещение